Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Ива. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз нам не хватило времени поговорить о движении декоммунизации в России. Давайте мы, наверное, с этого начнем. Да, совершенно верно. Я, на самом деле, в свое время, когда движение только появлялось, немного о нем рассказывал. Прошло некоторое время, и так как я, вроде бы, к нему имею некоторые отношения, не считал нужным заниматься такой рекламой. Но вот не так давно решил, что все-таки, наверное, надо о нем немного вам рассказать. Тем более, что некоторые наши уважаемые слушатели живут в плену убеждений, что все любят Путина, и все верят в пропаганду, что кругом враги у нас. Да, Константин, если слышите, я про вас. Так вот, благодарю Палину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И так, что же это за движение? Ну, естественно, я не могу сказать, чтобы оно было очень серьезным. Это преимущественно молодые люди, самые разные от монархистов до либертарианцев, которые объединены в своей попытке противостоять дессоветизации, что сейчас, к сожалению, происходит в России. И в попытках привести все лучшее, что есть в мире, некоторые ищут это лучшее в далекой истории. И я, конечно же, допускаю, что в какой-то момент серьезные разногласия, потому что слишком много людей разных произойдут. Но, знаете, я ни в коей мере не ставлю знак равенства. Однако, в американском консерватизме самые разные люди, так или иначе, на основе антикоммунизма объединялись. Ну, вот у нас нечто подобное и происходит. Сразу могу вам сказать, что для меня лично было серьезным, потому что, когда я видел, что около движения вращаются и некоторые националисты, что с антисемитизмом, к счастью, все хорошо. В смысле, его нет. И все попытки его привнести пока, насколько я могу судить, они отметаются. И у движения даже, по моим наблюдениям, особенно у либертарианцев из него, есть связи и довольно хорошие с еврейскими организациями в России. Ну, вот, что касается, да, десоветизации, да, декоммунизация и десоветизация легко запутаться. Но в нынешней нашей политике режим Путина пытается свою модель национал-социализма, а уже можно, наверное, говорить, что то, что у нас построено, естественно, с поправками на реалии отечественные, это как раз такой национал-социализм с упором на то, что вроде бы нет прямой национализации, но бизнес подчинен интересам власти, конечно же. А основные статьи расхода – это пропаганда и военные всякие дела. Так вот, чтобы лучше укрепить свою позицию, естественно, серьезный упор делается на мифологию и поп-культуру советской эпохи. То есть, эта самая ре-советизация, не диа, а ре-советизация, она действительно происходит, когда игнорируются преступления коммунистические, они замалчиваются. И нынешняя власть, она подается как продолжатель вроде бы того, что было при коммунизме, но при завычетом всего плохого. А плохое тогда, ну, просто как-то перегибы на местах и так далее и тому подобное. В такой обстановке то, что пытается сделать движение, это, с одной стороны, всячески напоминать людям о том, что происходило в советскую эпоху, а именно уничтожение исторических памятников, уничтожение исторической памяти, если угодно. В конце концов, массовые преступления против соотечественников. И одно направление, так его назовем, не очень красиво, но лучше не скажешь, это негативное. Это как раз противостояние коммунизму и коммунистической идеологии и ре-советизации этой самой. А с другой же стороны, это, естественно, попытка, прежде всего, и представлять те самые люди, которых я назвал либертарианским крылом движения. Это постоянно вести через какие-то платформы в социальных сетях, на видеоблоги и так далее, встречи, конференции. Постоянно напоминать, еще и объяснять, что такое рыночная экономика, капитализм, свободы, которые, на самом деле, не чужды всем нам и вполне у нас могут прижиться. Ну, и с поправками, естественно, на реалии отечественные. И пытаться привнести все это. Естественно, повторяю, я не могу вам гарантировать, что движение станет еще более огромным, что оно охватит всю страну и всех победит. Нет, хотя люди, интересующиеся они не только в Москве и в Питере, а и в других местах есть, но, как всегда бывает, центр, ну, ничего не поделаешь, все равно в столице. Действия, которые предпринимают молодые люди, они порой к себе внимание привлекают, особенно акции, направленные на именно разоблачение прошлого. Если вам попадалась та хроника, когда кидали гвоздики соответствующими словами в памятник Сталину молодые люди, то это как раз представители декоммунизации, да, замечательная Оля Савченко и Женя Сучков, насколько я помню, да. Так вот, Жень, прости, если слушаешь, я фамилию переврал. Так, ну, по-моему, все правильно сказал. Так вот, такие, такого рода акции, они проходят, и это тоже хорошо, это привлекает внимание. И, естественно, есть у нас такой момент, как попытка общаться с другими партиями. Здесь опасность в чем? В том, что, ну, вы сами понимаете, когда движение объединяется с партией, это всегда какие-то компромиссы и отказ от чего-то. Вторая проблема это то, что партии у нас, они вот, я сказал, что и движение в основном, к сожалению, замкнуто на, ну, преимущественно на столицах. Но партия у нас и подавно. Все, так или иначе, которые себя позиционируют как оппозиционные, они очень сильно завязаны с даже не просто Москвой и Петербургом, а с местной интеллигенцией. Это прослойка очень узкая, и с этим далеко не уедешь. И в этом смысле, если контакты, ну, вот сейчас какая-то попытка идет с партией Парнас завязать отношения. Я не могу сказать, чтобы я был большим поклонником этой партии, но из существующих вариантов это далеко не самый худший. И если действительно удастся какого-то добиться контакта между движением и партией, и обозначить и вот это вот противостояние современной нашей системе, и попытки привнести в нее особенности коммунистической идеологии, и чтобы партия была, у нее был более, в хорошем смысле, популистский настрой, а не только, как я сказал, ориентированный на интеллигентов среднего возраста, но и движению тоже гораздо проще себя подавать, если оно так или иначе сотрудничает с партиями. Повторяю, люди в движении самые разные, взгляды у них тоже зачастую противоречащие, может быть, и друг другу, но пока все это у нас как-то взаимодействие есть, и те мероприятия, на которые я хожу, хотя, конечно же, я догадываюсь, что там есть и провокаторы, и люди, и спецслужбы, и так далее, но пока все проходит довольно мирно, и так нескромно, ну, я уж себя выделю. То, что я, например, рассказываю о консерватизме американском, ну, это интерес вызывает, ничего не могу сказать, потому что когда рано или поздно нынешние-то вожди, там, как кто-нибудь, они куда-нибудь-то сгинут, и так получается, что нынешняя наша модель национал-социализма, она настолько заточена на одного человека, что, безусловно, пытаться его кем-то заменить и пытаться заново перестраивать всю эту систему будет довольно сложно. И я надеюсь, что движение себя и партии, с кем они объединятся, себя обозначат более-менее серьезной силой, еще когда Путин будет находиться, тем более, что это, наверное, надолго, у власти. И, конечно же, если не получится у нас, вот у нынешнего, у нынешней группы людей, которые себя называют движением декоммунизации, то лично я не сомневаюсь, что придут новые люди, будут заинтересоваться этими идеями, этими взглядами. И если наш уважаемый слушатель не обессудится, но ваш любимый вождь Владимир Владимирович покинет, а Кремль, как минимум, то его эпоха закончится, все. Появятся другие люди, будут в систему перестраивать. Если же, как говорил Константин, что таких, как я, мало, да, но нам на смену придут другие, и эта система, наше-то противостояние, десоветизация, оно будет продолжаться. И, возможно, приведет даже к победе. Я, правда, прекрасно отдаю себе отчет, что очень часто победы бывают еще хуже, чем поражения, но, тем не менее, всегда надо рассчитывать на нее. Потому что, знаете, когда была последняя наша совместная конференция с Парнасом, то из того, о чем говорил я, там несколько было моментов, которые опять без ложной скромности вызвали одобрительную реакцию в зале, но я бы три выделил, две, правда, цитаты, а одна – мое собственное наблюдение. Так вот, публика очень радостно и аплодисментами отреагировала, когда я сказал, что главная проблема нашей оппозиции – это в том, что она оппозиция, то есть не проблема. Очень боится американского консерватизма, и то, что люди так отреагировали, значит, интерес к американскому консерватизму у нас есть, и желание перенимать его опыт тоже есть. Ну, второе – это безотказная и всегда уместная реплика из Черчилля насчет того, что социализм всегда ведет к гестапо. Ну, и третье, я сказал в конце, и, наверное, и сейчас этот короткий сегмент закончат, и цитат – это генерал Абрамс, который во время войны еще Второй мировой, он во Вьетнамской участвовал. Так вот, по одним данным это ему приписывается, по другим так действительно он сказал. Ну, в общем, в какой-то боевой момент его помощник сказал, генерал, нас окружили. «Правда», – сказал Абрамс, «ну что ж, тем хуже для них». Ну, вот, я считаю, что то же самое для декоммунизации. Пусть мы и в меньшинстве, но тем хуже для наших противников. Здесь я, наверное, умолкну, если, Сергей, какие-то вопросы, желание что-то добавить или звонки есть, то ответим. Если нет, то к следующему сегменту. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Иван. Здравствуйте. Все эти разговоры по поводу изменения Конституции, чтобы продлить Путину срок жизни. Что вы можете по этому поводу сказать? Насколько это все действенно? Я думаю, что сделают все, чтобы его пожизненно оставить в углове власти. На какой основе это может быть сделано? Что, простите? На какой основе чего может быть это сделано? А могут ввести какой-нибудь новый пост? Знаете, неизбираемый, например. Могут еще какую-нибудь уловку найти. У нас эта система, она отлажена. Придумают. Но, учитывая, что вся наша бюрократия сейчас завязана на этой фигуре, я имею в виду на Путине, она его будет беречь изо всех сил. Понятно. Спасибо. Спасибо вам. 847-400-5200. Это я на всякий случай напоминаю номер телефона нашего открытого эфира. Ну, а сейчас давайте памяти историка Джона Лукача об этом поговорим. Да, вам может показаться, тут будут некоторые противоречия с тем, что я говорил в первом сегменте, но ничего страшного. А так, Джон, ну, в Америке, насколько ясно, его фамилию произносят как Лукас. Но он венгерского происхождения, и у нас, те его книги, которые переводят, некоторые перевели даже, Лукач, поэтому давайте я буду придерживаться более венгерского варианта, называть его Лукач все-таки. Лукач это человек, который прожил весьма продолжительную жизнь, он умер совсем недавно, в мае. Было ему 95, и я довольно давно собирался его почитать, но вот только этот грустный эпизод, его смерть, наконец-то сподвиг меня на то, чтобы ознакомиться с его творчеством и его биографией. Человек очень интересный. Знаете, вообще очень интересное явление, это венгерские евреи, которые покинули страну после войны. Они пережили Холокост, кто-то, к сожалению, не пережил, но они вот пережили, и глядя на то, что Холокост меняется по-прежнему антисемитизмом, уже венгерским чисто, и к тому же коммунистическим нашествием, они страну покинули. И это люди очень своеобразные, потому что они вот увезли с собой такое, даже, наверное, как это назвать, ну, космополитизм не очень подходящее слово, но это индивидуализм, который даже по американским меркам порой зашкаливал, потому что вот, ну, буквально они, если угодно, противостояли всем устоявшимся правилам, канонам, чему угодно. Вот тренер такой был Белый Гутман, например, знаменитый израильский сатирик во многом, Эфраим Кишон, который тоже венгер. Ну и вот Лукач. Лукач, он еврей только наполовину по матери, но, тем не менее, в годы войны у него были перспективы тоже попасть в лагерь, как минимум. Вышло так, что потом он, не помню, тогда или чуть позже он принял католицизм, но своих еврейских корней, в общем-то, и не отказывался, и разоблачение антисемитизма у него всегда проходило по всей его карьере. И вот, найдя себе место в Америке, стал он очень авторитетным историком, но при этом его очень трудно как-то характеризовать. С одной стороны, себя он, естественно, называл консерватором и даже реакционером, с другой стороны, он, хотя с консервативным движением и общался, был очень резко критично к нему настроен, и сейчас я попробую вам немного рассказать, в чем же, собственно говоря, была система его взглядов. Это не так легко, читать его очень интересно, даже когда не соглашаешься, но порой его построение уж очень сложное. Ну вот попробуем вместе в них разобраться. Главная, на мой взгляд, проблема Лукача в том, что, хотя он очень обижался, когда его называли иностранцем и даже венгром, говоря, что он живет в Америке, и он патриот, и это его страна, к чему мы еще вернемся в конце, но все же он остался, вот по своей сути, консерватором европейским. Поэтому его идеалами были швейцарский историк Бургхарт, француз Таквиль и политик Черчилль. Все люди достойные, но не американцы. Даже Черчилль, он был наполовину американец. Плюс, и довольно во многом, увы, Лукач был под влиянием такой мутной очень фигуры в американской дипломатии, как Джордж Кеннон. Человек очень неоднозначный, но скорее отрицательный, чем положительный. И все это сказалось, поэтому Лукач, например, недооценивал, не понимал до конца опасность коммунизма. Как-то это не понимал. Он был антикоммунистом, естественно. Он отрицал всю левую идеологию полностью. Он признавал, что коммунизм и великоммунистические агенты, они опасны, и что от них надо избавляться. Но у него была такая идея, что коммунизм, он настолько идиотичен, что люди его рано или поздно отвергнут в любом случае. И что Советский Союз, он тихо себе развалится, если его не трогать. Поэтому не надо никаких мер предпринимать, что люди в какой-то момент от коммунизма откажутся и перейдут к национализму. А национализм, по мнению Лукчича, был главной движущей силой. По его мнению, скорее, отрицательный, хотя положительный он в нем видел. И вот таким образом вот этот национализм сменит коммунизм, и все поменяется. А, соответственно, коммунизм надо игнорировать, потому что он сам по себе никому не интересен, никому не нужен. Отчасти, особенно когда он это начал писать, можно было увидеть какой-то здравый смысл. Но тут, знаете, Лукчич, как человек рассудочный, интеллектуал, он совершал ошибку, которая присуща очень многим интеллектуалам. Многие, например, интеллектуалы считали, что немцы такие умные люди, и они не поддержат нацистов. Мы видели, к чему это привело. Вот люди, как Лукчич, полагали, что коммунизм – это такая глупая вещь, что его не поддержат большинство. Но, как мы видим, в той или иной степени коммунистическая идеология, она все равно вылезает, и опасность ее никуда не делать. И убежденность Лукача, связанная с его интеллектом и образованием, что все события, они связаны с какими-то давними конфликтами, конфликтами нации и стран, но никак не идеологией. Это понятно, но, увы, в 20 веке это уже не работало. Можно увидеть, почему консерватор Лукач так думал, но я лично с ним не могу согласиться. Ну и второе, Лукача не до конца понимал, что такое американская исключительность. Он полагал, что все разговоры об американской исключительности – это скорее какой-то радикализм и разрыв с традицией. Тогда как, например, по моему убеждению, американская исключительность – это как раз консервативное явление, это возврат к традициям, а вот Европа в веке 18-м как раз от него стала отходить и пыталась американских колонистов за собой тащить, поэтому исключительность просто вернула Америку к нравственному закону, к естественным правам, но это отдельная история. Это вот то, что, я считаю, Лукачу мешало. А с другой стороны, Лукач очень многое предвидел на удивление точно. И вот в этом случае его взгляд со стороны он как раз оказывался кстати. Ну вот, например, еще в 60-е, как раз размышляя о вот этом самом национализме и социализме, Лукас написал, что в Америке рано или поздно одна из партий точно станет социалистической, а вторая – националистической. И если вы посмотрите на то, что было в 16-м году и на то, что происходит сегодня, то получается, что Лукач попал еще тогда в точку. Хотя, повторяю, он к национализму относился скорее критично, но признавал, что в ряде случаев он бы внесет в себе положительный момент. И второе, тут я не поручусь, с какого момента он это начал, эту идею развивать, но, например, очень четко ее сформулировал в своей книге 1984 года. А именно он написал, что вот консерваторы так озабочены борьбой с мировым коммунизмом, что они игнорируют, а то и поощряют проблему, которая у них перед носом, и которая рано или поздно может стать для них и для всей страны гибельной. Угадайте, о чем он говорил, не буду вас томить, он говорил об эмиграции, при этом об эмиграции через южную границу. И, повторяю, это 1984 год. И это далеко не первый раз, когда он об этом писал, просто первый раз, когда он это так четко сформулировал, ну, из того, что я у него прочитал. То есть, видите, вот в этом Лукич был абсолютно точен, и здесь его наблюдения, они, конечно же, поражают своей проницательностью. Если обратить взоры на его конфликт с консервативным движением, хотя он печатался и в National Review, и в Spectatory, и на передачах Бакли был достаточно частым гостем, насколько я могу судить, но он считал, что если американский либерализм это просто безумие, нацеленный на самоубийственную политику, то американский консерватизм, он вместо того, чтобы как раз брать либералов за то, в чем они совершают вот эти самые самоубийственные действия, вроде поощрения миграции и так далее и тому подобное, что вот сосредоточившись на борьбе с этим самым коммунизмом, тогда это бы для него больше всего заботило, консерваторы слишком незрелые, по его мнению, и придя к власти они ничего не делают с бюрократическим государством, они никак не препятствуют разбуханию функций правительства и получается, что консерваторы становятся все более и более популистским движением, по его мнению, не отказываясь от своих корней, не неся в себе вот этого уважения к традиции, к прошлому, не желая уже противостоять либеральному напору, и таким образом они проигрывают. Но, если быть до конца откровенным, то и здесь Лукач во многом-то был прав. Он, конечно, был чрезмерно пессимистичен, и опять же, он исходил со стороны человека, который в политике не задействован, но иногда и такие взгляды стороннего наблюдателя, они очень полезны. Если же посмотреть на то, какие взгляды Лукаса, если продолжать рассказ о его взглядах, в чем он видел главную угрозу Америки, то он отмечал прежде всего, как я уже сказал, бюрократию, рост агентств, которые никому не подчиняются, и, как он говорил, проблема Америки в том, что сейчас всех заботит никто, не собственность, а менеджмент. То есть, права собственности подменяются какими-то бюрократическими функциями, менеджментом и так далее. И его очень заботило, хотя он писал, к сожалению, мало об этом, но видно было, потому что он писал, что для него это серьезная проблема, это то, что делают юристы. Как он об этом, цитируя его, если раньше американские юристы занимались тем, что защищали свободы человека и собственности и личности, то теперь юристы либеральные, они стараются свободы распространять на все сферы общества, и тем самым вступают в конфликт, опять же, с консервативной направленностью самой юриспруденции, и уничтожают традицию и все, что с ней связано. И здесь, как вы сами видите, тоже Лукач, в общем-то, смотрел в точку. Если немного отвлечься, тут уж простите, я не удержусь как человек, который тоже вроде как историк, от таких наблюдений очень точных Лукача, то я еще замечу, у него было очень быстро, понимаю, что может быть большинство вас это не слишком интересно, у него были очень любопытные наблюдения, например, о том, что историю нельзя считать наукой, что, как он говорил, историю нельзя объяснить научно, а вот науку объяснить исторически можно. И что все таким образом, и здесь мы опять возвращаемся к тому, что происходит сейчас, все попытки сегодняшних историков трактовать историю фактов и прошлого с точки зрения конъюнктуры дня сегодняшнего, пытаться заменить историю обществознанием или пытаться подогнать историю под какой-то психоанализ, это, как он считал, абсолютно противоречит консерватизму естественно и губит и историю и университеты в целом, потому что в адрес полевения университетов у него тоже выпустил он стрел немало, одно из моих любимых высказываний это то, что университетские элиты стремятся сделать так, чтобы университеты якобы отвечали требованиям сегодняшнего дня, при этом элиты о требованиях сегодняшнего дня никого представления не имеют, это тоже Лукач ну и двигаясь уже к некоторым итогам я еще напомню, что Лукач был одним из первых наверное людей, кто указал, что Гитлер ни в коем случае нельзя считать консерватором, потому что напротив он говорил, что консерватор должен отрицать гитлеризм во всех его проявлениях, так как это абсолютно прогрессивное и революционное явление, и Гитлер был революционером, Сталина и и же с ним Лукач полагал как раз бюрократами и естественно тоже врагами Запада, но вот тем не менее все же особое внимание он сосредоточил на нацизме и всем, что с ним было связано. В этом плане, кстати, интересно, что когда не так давно, ну как не так давно, ну в начале 21 века Руди Джулиани говорил о последствиях теракта 11 сентября, то он советовал американцам читать именно Лукачем его книгу «Пять дней в Лондоне» про то, как Черчилль справлялся и готовился сам вступить в войну, ну на посту премьеры, и во многом эта же книга, кстати, легла в основу недавнего фильма, хотя там много чего было изменено, «Темные времена», «Даркест Тауэр» с Гэри Олдманом, про который все вы наверняка знаете. Если говорить о том, как бы Лукач со своим вот этим критическим отношением ко всему, и кстати, хотя его часто причисляют к изоляционистам, но он изоляционистов критиковал, указывая, что они часто непоследовательны и готовы отказываться от войны с Гитлером, но потом требовать войны с Советским Союзом и наоборот, требовать, чтобы Америка воевала с Гитлером, но потом игнорировать опасность коммунизма. Повторяю, он считал, что опасность переоценена, но да, что эта опасность есть. Так вот, если возвращаться в день сегодняшний, я честно пытался найти, что Лукач сказал о Трампе, не нашел. В 2014 году, когда Лукач уже был 90, вот, пожалуй, последнее его проявление в общественной жизни, он раскритиковал премьер-министра Венгрии Орбана за чрезмерную дружбу с Путиным, кстати, потому что, по мнению Лукача, Венгрия должна дружить с Западом, а никак не с нынешней Россией. А что касается, да, возвращаясь к Трампу, ну, с одной стороны, вроде бы, кажется, что Лукач должен был быть к Трампу критичен, потому что Трамп националист, Трамп популист, а Лукач, как я сказал, он вроде бы был к этим явлениям критичен. С другой стороны, Трамп в своих попытках привнести реализм во внешнюю политику и в своем стремлении бороться с эмиграцией, может быть, Лукачу было симпатичен, я не знаю. Когда историк умер, то о его смерти писали и противники Трампа, которые его уважают, ну, и, например, Конрад Блэк, который один из главных апологетов президента, и который был с Лукачем очень дружен. Поэтому здесь мне сложно сказать, что и как, но подводя итог, да, потому что времени уже мало, я скажу вам вот что, что спорить, соглашаться, не соглашаться с Лукачем можно и нужно, но читать его я вам всем порекомендую, а в завершение такая история, что Лукач, да, был во многом критичен к американской политике, но он очень любил Америку. Если почитать его путевые заметки, то он везде пишет, что Европа стала такой преуспевающей только благодаря Америке. Когда он пишет о Нормандии, то он говорит, что именно здесь американские ребята погибали не за какие-то имперские интересы, а чтобы спасать цивилизацию. И сам Лукач любил очень Лукач, да, любил очень рассказывать одну историю. Во время Корейской войны он пришел платить налоги, и человек, который этим занимался, с удивлением сказал, вы первые, кого я вижу, кто платит налоги и улыбается. На что Лукач сказал, я сбежал из страны, где были нацисты и коммунисты. Я живу в стране, которая помогла победить коммунистов, нацистов, и которая победит коммунизм. И я только рад, если мои налоги помогут этой великой стране. Вот это главное, что я считаю, каким мы запомним Лукача, по сравнению со многими нынешними деятелями и мигрантами. И поэтому историк Джон Лукач это все-таки великая личность при всех его сложностях и проблемах, и великая личность именно для Америки. Ну, здесь я, наверное, умолкну, если Сергей что-то добавит или есть вопросы. У нас, на самом деле, есть звонок, давайте попробуем Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, очень интересная информация, но у меня не совсем по этой теме вопрос. У меня вопрос такой, вот если посмотреть, что происходит сейчас с демократической партией, на мой взгляд, она прошла все красные линии, то есть прошла точку невозврата. Когда говорят, что она в кризисе, мне кажется, кризис уже прошел, потому что ее поддерживает все, абсолютно, там нет никакой оппозиции. Поэтому какая же перспектива, потому что, безусловно, когда самой лучшей партией, если она остается одна без оппозиции, то в конце концов она перерождается в тоталитарную, в диктатуру и так далее. Поэтому нужна оппозиция, но демократы, такие, какие они есть, это, конечно, просто невероятно. Это фашистская партия практически уже, и, ну, короче, какая перспектива, что должно произойти, чтобы наша страна, так сказать, не упала совершенно. Спасибо. мы, наверное, об этом поговорим после перерыва, поскольку мы обязаны остановиться и сделать объявление. Хорошо, да, но я отвечу обязательно. Да, спасибо. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, Иван, примем еще один звонок, а потом вернемся к вопросу, который был задан до перерыва. Добрый день, пожалуйста. А там кто-то слушает, очевидно, Out of State по интернету, и там идет задержка, поэтому, уважаемые дамы и господа, если вы звоните, посмотрите, что делается. Если вы слушаете через интернет и пытаетесь дозвониться к нам, то вы, пожалуйста, уже прислушивайтесь в трубочку. Да, Да, значит, можно говорить. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос или к Сергею, может быть, в ваших передачах или к Ивану. Как вы считаете, вот вы говорите все время, что расследование, оно, так сказать, вот, ну, результаты, результаты наших уже расследований республиканских, скажем так, будут опубликованы позже, к выборам. Но дело в том, что совершенно ужасно, что независимые, как бы, это центровики, американцы считают до сих пор, что у Мюллера там что-то есть и так далее, и так далее. Я была в семье очень приличных людей, настоящих таких вот центристов. Но у них, конечно, МС, как это там, МСБС, как это, это канал включен все время. Понятно, что у них нету сведений со многих сторон, как у многих из нас. Как ваше мнение? Все-таки надо, ну, например, они считают до сих пор, что досье это не доказано. Он говорит, где, где, покажи мне, где доказано, что досье ложное. Я там начинаю что-то говорить, но этого недостаточно. То есть, очень мало, мало этого на каналах и в газетах и так далее. Но если ваши друзья смотрят МСНБС и только так поэтому... Ну, они нет, они говорят, что они Фокс тоже смотрят. Ну, так, я думаю, что если я смотрю там пять минут МСНБС, а остальное время Фокса, это у меня, конечно, понятно, другие сведения. Но я просто хочу сказать, ну, вот, например, где можно конкретно почитать о досье. Я хочу им на английском послать этот материал. Это первое. И второе, Лукач, конечно, замечательная фигура и где можно почитать вот такое самое простое. Вот, например, вот эта последняя цитата, совершенно потрясающая, где ее можно найти. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Так, ну, давайте, наверное, сначала с этого момента. Что касается досье, я бы вам посоветовал набрать Эндрю Маккарти National Review. Эндрю Маккарти это в поисковике. Эндрю Маккарти это бывший прокурор, человек очень юрист, он обозреватель National Review, он о нем писал очень много. И о том, что этот стил был на самом деле отвергнут из-за своих, из-за того, что его подозревали в разведке в связях с российской разведкой, и что он поставлял про кремлевскую информацию и так далее и тому подобное. Ну, в общем, поищите. У Маккарти про досье стила, я думаю, вы про него говорите. И даже Нью-Йорк Таймс публиковала статью, где намекалось или говорилось о том, что скорее всего это дезинформация, которую протолкнули, так сказать, российские спецслужбы через стила. Да, совершенно верно. Ну, вот поищите Маккарти, я вам так поставил. Что касается расследования, ну, да, я все-таки думаю, я повторю свою мысль, что мы его еще не скоро увидим результаты, но я надеюсь, увидим. Лукач, ну, книжка, она здоровая, но я ее вам рекомендую, но так и называется. Джон Лукач, A Reader. Ah, Remembered Past, A Reader. А вот цитата насчет его любви к Америке, это вы наберите Конрад Блэк, Джон Лукач. Это его статья, посвященная памяти Лукача, она была напечатана в National Review, опять же, но и потом не раз перепечатывалась. Просто Конрад Блэк, Джон Лукач, скорее всего, она у вас высутится сразу. Если возвращаться к вопросу про демократическую партию. У нас еще один звонок, потому что про демократическую партию, очевидно, можно много говорить. Давайте применим. Я очень быстро скажу, давайте все-таки подождите, все-таки слушательница постоянная, давайте я отвечу. По логике, по логике, если демократы проигрывают в следующем году, на что мы все надеемся, то в партии должен произойти раскол. Но это по логике. А так, я, к сожалению, не могу гарантировать его. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр, аж келон Израиль. Здравствуйте, Александр. Я слушал в среду передачу господина Орлова по поводу новых, ну, он рассказывал о законах, по которым, по которым, ну, типа, выборщики должны голосовать за тех, кто наберет больше количества голосов. И он был крайне обеспокоен, и, ну, короче, я подумал и все-таки нашел ответ, я не знаю, может, вы им передадите, может, по логике вещей, если Трамп, например, и республиканская партия, вот сейчас, например, в штате Нью-Йорк или в штате Калифорния, многие республиканцы просто не идут голосовать за президента, правильно? Просто считают, что зря выкинутый голос, потому что так и так победит представитель демократов, правильно? А если поднимут, ну, объяснят людям, что республиканцы могут сами себе выстрелить в спину, если все республиканцы проголосуют и будет больше количества голосов в пользу Трампа, то по новому закону та же Калифорния будет обязана приказать выборщикам голосовать за Трампа. Это так? Ну, на самом деле, да, давайте мы... Спасибо большое, я понял вашу мысль. То есть, речь идет о том, что мне многие, так сказать, демократы настаивают на том, чтобы отменить коллегию выборщиков. И Алексей Орлов высказал опасение и совершенно обоснованное, что в таком случае тогда два штата, Нью-Йорк и Калифорния будут определять, кто будет наш президент. Потому что уже 15, по-моему, штатов приняли законы, по которым они голоса будут отдавать не так, как штат проголосовал, а вот, скажем, о тому кандидату, который набрал больше голосов популярных. Вот в нескольких штатах уже приняты такие законы. То есть, как бы, как бы они не отменяют коллегию выборщиков, но на уровне штата, вот там, посчитали голоса, неважно, сколько, сколько, так сказать, какое количество выборщиков набрал тот или иной кандидат, посчитают популярные голоса, и если один кандидат набрал больше голосов, то все выборщики должны проголосовать за него. Вот такие законы принимают у нас сейчас некоторые штаты, по-моему, штатов 15. Ну, тут мне трудно что-либо добавить, кроме того, что, конечно же, опять к вопросу про Лукача. Лукач говорил, что в чем Токвиль ошибался, так это в том, что Токвиль предрекал диктатуру большинства, а на самом деле получили мы во многих странах, в том числе и в Америке попытки, это диктатура меньшинств, которые навязывают элит, как угодно их называйте, свои взгляды большинству. И вот эта попытка демократов под видом, казалось бы, демократического тоже нововведения отменить коллегию выборщиков, но это, конечно, преступление, по моему мнению. Согласен. Хорошо, теперь давайте тогда мы с вами еще, по-моему, планировали поговорить о президенте Тайваня. Да, я очень быстро, так как времени мало, но тем не менее. Ну, вы знаете, что президент Тайваня, к сожалению, так напрямую все-таки ее так и не позвали, чтобы лишних проблем не было, но она посетила Соединенные Штаты. так она была в Карибском бассейне, в странах, которые Тайвань официально признают, а в Штатах она побывала и встречалась с рядом представителей Конгресса, были представители обеих партий, но все же в основном опять республиканцы, исторически Тайвань с республиканцами связан, тут ничего не поделаешь. Кори Гарднер, сенатор, пожалуй, сейчас главный человек, который продвигает интересы Тайваня, в хорошем смысле слова, защищает, давайте так скажем, это из Сената, от Конгресса Майкл Маккул, такой сторонник жесткой линии и в адрес России, и в адрес Китая, более того, он даже произнес замечательную фразу, мы тут говорим, так он из Техаса, don't mess with Texas, а я еще добавлю, don't mess with Тайвань. И тот, и другой, еще раз подчеркнули свою подвеску, то, что и Америка, и партии будут дальше поддерживать Тайвань, Гарднер, так он, собственно, лично и приглашал президента, но я это, ее визит, отталкиваясь от него, вот на что хотел ваше внимание обратить, что, во-первых, три любопытных факта, как они будут развиваться дальше, я не знаю, что, одновременно с ее визитом, я имею в виду Цаин Вэнь, президента Тайваня, была одобрена большая поставка оружия на Тайвань, и тот же самый Маккол сказал, что это привет Китаю, чтобы он знал, что Америка своих друзей помнит, и их не забывает, а Китаю надо быть поосторожнее, и, судя по всему, сейчас пытаются провести тоже закон, чтобы эти поставки, они были постоянными, я думаю, пройдет. Второй момент, очень важный, это то, что вот эта вот большая программа по строительству, инфраструктуры, так далее, один пояс, один путь, она называется, что прошла тот информация, что она на грани развала, потому что она финансировалась во многом из-за профицита, который образовался из-за торговли Соединенными Штатами, и когда Трамп вот эти вот проклинаемые многими тарифы пошлины наложил, то выяснилось, что он-то поступил правильно, как и следовало ждать, в политическом прежде всего смысле, потому что теперь финансирование этого проекта под угрозой, но это я прочитал на тайваньском источнике, но я ему склонен верить, и третье, что вот исходя из всего этого, один из экспертов, специалистов по Китаю вообще, который, да, с консервативными мозговыми центрами давно сотрудничает, и в Китае бывал, и на Тайване Стивен Мошер, он не так давно сделал смелое предсказание, что если Трамп продолжит свою вот эту вот позицию и войну с Китаем, то Китай возможно в ближайшие годы система коммунистическая пойдет потрескается, и возможно развалится вообще. Если опять вспоминать нашего сегодняшнего главного героя Лукача, который говорил, что коммунистический режим, как бы он себя не позиционировал, замкнутый в одной стороне, рано или поздно развалится точно, то будем надеяться, что Мошер тоже окажется прав, а что республиканская партия и консервативные политики, которые поддерживают Тайвань и президента Тайвана Цайн Вэнь, что правда опять будет на их стороне. Ну и здесь я, наверное, умолкну, потому что все-таки время уже, я так понимаю, иссякло. Иван, огромное спасибо, как всегда, очень интересно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok